В Германии набирает обороты скандал с задержанием офицера Бундесвера. Его подозревают в умышленном обмане миграционных служб и подготовке теракта. Мотив ксенофобия. Все подробности этой истории знает Татьяна Лагунова. Двойная жизнь Франка А. В Германии задержан офицер Бундесвера, который выдавал себя за сирийского беженца и, вероятно, готовил теракт. Старший лейтенант арестован и сейчас дает показания, но немцы задаются вопросом, как такое вообще могло произойти и куда смотрели армейское начальство и миграционные службы. В Бундесвере Франка А. был на хорошем счету. Там его считали примерным военнослужащим родом из Офенбаха. Числился солдат и в регистре миграционной службы, только уже как беженец из Сирии. Полтора года назад старший лейтенант подал ходатайство о предоставлении убежища в Баварии и без проблем его получил. Сотрудники миграционной службы не заметили ни фальшивых документов, ни слабого знания арабского языка. То, что офицер и сирийский беженец один и тот же человек, полиция заподозрила только в январе этого года, после инцидента в аэропорту Вены. В конце января военнослужащий спрятал в аэропорту Вены заряженное огнестрельное оружие, а когда через несколько дней попытался его забрать, был задержан австрийской полицией. У него проверили документы и взяли отпечатки пальцев. Полиция подозревает военнослужащего в подготовке атаки, либо на территории Австрии, либо Германии. Вероятный мотив – ксенофобия. Есть информация, что у задержанного были ксенофобские настроения. По крайней мере, это следует из его телефонных переговоров с вероятным сообщником. Вероятный сообщник тоже задержан – это студент из Оффенбаха. При обыске у него дома нашли оружие. Пока полиция пытается установить, что замышляли сообщники, немцы задают вопросы. Насколько эффективно работают миграционные службы? Как проверяют беженцев, которые получают убежище в стране? И что происходит в Бундесвере? Это интересует и политиков. Дело солдата-беженца на днях рассмотрит Бундестаг. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.